Суть Всемирного фестиваля молодежи и студентов в нескольких секундах. Анапчане общаются со сверстником из Ганы, африканской страны, расположенной на побережье Атлантики. В Сочи приехали жители почти 200 стран. Город-курорт представляли 9 участников. Среди них Дарина. Она преподает историю в школе села Супсех. Было очень классно. Огромное количество людей, которые приехали с разных уголков мира, которые готовы поделиться опытом, впечатлениями, эмоциями, ощущением праздника, какого-то единства с молодежью со всего мира. В программе фестиваля встречи с интересными людьми, учеными, писателями, в том числе австралийцем Ником Вуичичем, который, несмотря на сложную генетическую аномалию, занимается серфингом, катается на скейтборде, выучился на экономиста. Его лекция называлась «Мотивация к жизни». Для меня был очень запоминающийся момент. Это был фестивальный забег. Я в нем поучаствовала, когда 4 тысячи людей бегут, и рядом с тобой бегут представители из Индии, Африки, Европы. Потом поддержка волонтеров, ребята, задающие ритм на ворованах. Знаете, это было очень классно. Для меня очень запомнилось. Потом удалось побывать на лекции Джона Смута Фитчеральда, Нобелевского лауреата по физике, который рассказывал об устройстве Вселенной, о черных дырах, о гравитационных воздействиях, Сергея Лукьяненко. Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 19-й раз. До этого дважды, в 1957 и в 1985 годах, он проходил в Советском Союзе. Валентина Ярмолович – один из фестивальных значков. В то время она жила на Дальнем Востоке. По комсомольской путевке ее направили в Минск, на одну из площадок фестиваля. Мы говорили о мире, о дружбе, о взаимоотношениях, что не нужна война, и атомную бомбу не надо производить. На этом фото она беседует с делегатами из Мексики. Этот значок – подарок от кубинских товарищей. Главное, что удивительно, люди вроде бы со всех стран, а казалось, что телевидение в газетах, только в черно-белом варианте все это было. И оттуда, оказывается, они все такие же любезные, такие же комсомольцы, такие же прогрессивные, такие же умные, так же знают и все умеют. Это было интересно знать, что все хотят мира и хотят взаимоотношений, таких вот, как и мы тоже в России. По мнению Дарины, нынешний фестиваль помог некоторым участникам в очередной раз преодолеть стереотипы, связанные с Россией и ее жителями. А самой ее пригласили в Белорусский Брест побывать в знаменитой крепости, о чем она давно мечтала.